Добрый день, уважаемые Президиум, уважаемые коллеги. Разрешите поблагодарить вас за возможность участия в ежегодном онкологическом форуме «Белые ночи» и представить по поручению генерального директора Кита Олеговановича наше сообщение на тему «Анализ онкологической службы при выездных мероприятиях». В 2021 году приказом Минздрава России номер 309 обновлено положение о сети национальных медицинских центров, конкретизированы цели и задачи, которые направлены на повышение качества медицинской помощи, развитие инноваций в сфере здравоохранения, а также укрепление кадрово-научного потенциала и развитие трансляционной медицины, в том числе в субъектах Российской Федерации. Проанализировав данный документ, можно сказать, что в основных направлениях деятельности национальных центров, которые подразделяются на два крупных блока – это аналитическая деятельность и организационно-методическое руководство, имеются концептивные ключевые аспекты, которые можно использовать при реализации выездных мероприятий, а именно анализ информации о состоянии организации медицинской помощи, анализ кадрового обеспечения медицинских организаций в субъектах Российской Федерации и потребность в области подготовки кадров, анализ внедрения клинических рекомендаций, внедрение и развитие медицинских информационных систем, а также возможность применения современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. По основным направлениям оценки онкологической службы выездного мероприятия считаем необходимым выделить четыре основных блока. Первый блок, который касается качества медицинской помощи, и по результатам при анализе данного блока проводятся основные аспекты, которые касаются демографических показателей, показателей деятельности онкологической службы, кадрового обеспечения, оценки качества медицинской помощи по профилю онкологии, в том числе по этапам и видам, а также оценки эффективности внедрения применения клинических рекомендаций, включая критерии качества. Второй блок – это лекарственная доступность и безопасность по профилю онкология. В этот блок включены основные аспекты, которые касаются льготного лекарственного обеспечения и также обеспечения преемственности, оценка уровня лекарственного обеспечения по профилю онкологии, также обеспечения преемственности лекарственного обеспечения на различных этапах оказания медицинской помощи и непосредственно система фармаконадзора, которая присутствует как на уровне медицинской организации, якорной медицинской организации по профилю онкологию, так и на уровне субъекта Российской Федерации. Третий блок – это система учета мониторинга в онкологии и, соответственно, реализации региональной программы. Необходимо обратить внимание на два основных направления по данному вопросу – это оценка полноты и правильности ведения регистров, реестров и систем мониторинга, а также оценка деятельности при реализации государственных проектов и программ. И последний блок – это формирование единого цифрового контура по профилю онкологию. В него включены аспекты, которые касаются оценки уровня автоматизации процессов оказания медицинской помощи как на уровне субъекта, так и на уровне диспансера, а также оценка количества и качества дистанционных консультаций, которые проводятся как на регионарном уровне, так и на уровне Федерации. Для начала необходимо отметить, что какими информационными материалами, по нашему мнению, считаются наиболее оптимальные при подготовке к выездному мероприятию и проведение выездного мероприятия, тем более, что основной полагающий элемент выездного мероприятия – это все-таки организационно-методическая поддержка, мониторинг и своевременное устранение тех шероховатостей, неровностей, которые на сегодняшний день присутствуют в онкологической службе. По нашему мнению, нужно выделить основные блоки. Эти блоки касаются формы сведений Федерального статистического наблюдения, к ним относятся в части субъекта и медицинской организации – это 30-я форма, 14-я форма, 14-я форма – дневный стационар, а также форма номер 7, форма 12. И информация, которую любезно по запросу предоставляют территориальные фонды обязательного медицинского страхования – это данные по случаям оказания медицинской помощи по профилю онкологии. Что нам это дает? Это дает возможность оценить кадровый потенциал, материально-техническую базу, а также результаты деятельности за отчетный период по видам медицинской помощи, по этапам медицинской помощи, а также по условиям ее оказания. Начать структуры. На примере онкологической службы ЮФО можно выделить в наличии 16 онкологических диспансеров. Необходимо обратить внимание, что выделено 8 якорных медицинских организаций. Помимо этого, в каждом из 8 субъектов присутствуют непрофильные медицинские организации, которые оказывают онкологическую помощь. И это является краеугольным камнем, потому что доступ к получению информации по данным медицинским организациям можно проводить только на основании федеральной статочетности и на основании предоставления данных по оказанной помощи со стороны территориального фонда обязательного медицинского страхования. Структура онкологической службы, ключевые звенья или структурные подразделения онкослужбы – это первичный онкологический кабинет и ЦАО. Принципиальным считаем обращать внимание на реализацию трех ключевых аспектов. Это реализация возложенных функций на данное структурное подразделение в соответствии с правилами организации, участие данного структурного подразделения в эффективной маршрутизации, а также кадровый дефицит, если таковой имеется по данному структурному подразделению. Возвращаясь к оценке кадрового обеспечения, необходимо отметить, что проводится оценка обеспеченности не только по профилю онкологии, но также и по профилю радиологии, радиотерапии и по таким клинически значимым для онкологии специальностям, как врач-патолога-анатом, врач ультразвуковой диагностики, врач-рентгенолог и так далее. И здесь ключевыми звеньями являются анализ показателей кадрового обеспечения в динамике, также сопоставление фактических и нормативных значений, то есть выявление дефицита и профицита, а также анализ вопросов целевого обучения по данным вышеуказанным направлениям. Важно необходимо отметить, что с 2020 года к выездным мероприятиям, обязательным респектам по рекомендации Минздрава России представлены мониторинг внедрения системы контроля качества оказанной медицинской помощи, которая разработана специалистами Центра экспертизы качества медицинской помощи. Принципиально важный момент необходимо определить, это наличие две группы критериев. Это обязательные критерии, которые касаются контрольно-надзорных, то есть государственного ведомственного контроля качества, взаимодействия с территориальным фондом и страховыми медицинскими компаниями, а также возможность обеспечения системы принятия врачебных решений для мониторинга сроков медицинской помощи по онкологическому профилю, а также информационному сопровождению специалистов, в том числе возможности оцифровки клинических рекомендаций. И, конечно, немаловажный аспект, который касается системы, существующей системы фармаконадзора, как на уровне субъекта, так и на уровне медицинской организации. К примеру, можно привести мониторинг сроков оказания медицинской помощи, которые на сегодняшний день по профилю онкологии утверждены правительством Российской Федерации в программе госгарантии, и к ним включены четыре основных срока. Это проведение консультации врача-онколога, срок проведения диагностических инструментальных лабораторных исследований, установление диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентов, а также срок ожидания специализированной медицинской помощи за исключением высокотехнологичной. И необязательные или дополнительные критерии, по которым оценивается доступность высокотехнологичной медицинской помощи на уровне якорной организации, характеристики телемедицинских консультаций канцелиум как на регионарном уровне, так и на федеральном уровне, а также уровень автоматизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе наличия автоматизированных рабочих мест, реализация требований приказа Минздрава России по номер 911-Н, а также в последующем, исходя из выявленных сложностей в оказании основного вида деятельности, это разработка стандартных операционных процедур и локальных актов в рамках внутреннего контроля качества. На что хотелось бы обратить внимание, это на модели оценки качества медицинской помощи, которая приводится по результатам выезда. Первое, это мероприятие контроля на уровне медицинской организации, имеющей в своем составе первичный кабинет ИЦАОП, это обязательная оценка первичной медико-санитарной помощи, а также специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара. И в последующем на уровне онкологического диспансера, это анализ результата в оценке предыдущих мероприятий с предыдущих, а также оценка качества оказанной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в диспансере или иной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь по профиленкологии. Соответственно, формирование выводов и предложений, которые в последующем обсуждаются совместно с Органом управления здравоохранения субъекта Российской Федерации, как главным онкологом административно-территориального образования, так и субъекта Российской Федерации. Ключевым аспектом является оценка эффективности внедрения применения клинических рекомендаций, включая критерии оценки качества. Здесь необходимо оценить возможность внедрения применения клинических рекомендаций, где минимальным набором является наличие нормативно-правового акта, регулирующего необходимость внедрения клинических рекомендаций, дальше этап выборочного анализа медицинских карт на соблюдение критериев качества медицинской помощи, а такция оценка степени внедрения контроля качества по критериям качества и по клиническим рекомендациям медицинской организации третьего уровня. Какие основные инструменты используются для оценки качества и доступности медицинской помощи? Однозначно, это основные критерии качества, то есть определяемые качества медицинской помощи. Это своевременность, которая касается соблюдения требований установленных сроков порядками, положениями медицинской помощи программой, территориальной программой госгарантии, а также критерии качества. Также правильность выбора методов и полнота их реализации, которые установлены критериями качества по 203-му приказу, а также критериями качества клинических рекомендаций и стандартной медицинской помощи. И установление причин недостижения результата лечения. Здесь основополагающий момент идет так называемый симбиоз между системой внутреннего контроля качества медицинской организации и деятельностью врачебной комиссии. Необходимо обратить внимание, что принципиальное значение при реализации данного подхода и использовании данных инструментов имеет подготовка, опыт, компетенция и мультисциплинарный состав членов врачебной комиссии медицинской организации, а также оценка медицинской помощи не только по поводу злокачественного образования. И детализировав критерии качества, можно сказать, что разбивка по условиям оказания, где обязательно оценивается амбулаторный этап, стационарный, этап дневной стационарного и этап дневного стационара, то есть мониторинг действий лечащего врача и заведующего отделения. А также по группам заболеваний и состояния, то есть при установлении диагноза и при лечении. То есть в данной ситуации в мониторинг медицинской помощи проводится оценка как по основному заболеванию, так и по сопутствующему или конкурирующему заболеванию в зависимости от исхода лечения. Вопрос касательно регистров лекарственного обеспечения по профилю, где проводится анализ ведения федерального сегмента льготного обеспечения, регионального сегмента льготного обеспечения, выборочный анализ лекарственной терапии по клиническим рекомендациям, но в данной ситуации стараемся рассматривать с точки зрения использования лекарственной терапии на амбулаторном этапе. И ключевыми звеньями являются показатели оценки качества введения регистра мониторинга. Это ответственность за введение и актуализацию, своевременная актуализация данных региональных и федеральных регистров, обоснование плановых персонифицированных потребностей, перечень медицинских организаций, вносящих данные в федеральный регистр, а также расчетный прогноз потребностей лекарственных препаратов. Кроме того, считаем принципиальным выделение двух систем лекарственного обеспечения, одна из них – это специализированная в рамках территориальной программы ОМС и региональная или федеральная льгота. И здесь идут равнозначные критерии, которые имеют принципиальное значение при осуществлении формирования списка лекарственных препаратов, а также объемов, которые запланированы на обеспечение доступности лекарственной терапии. А именно, мониторинг эффективности расчета потребностей и прогноза, учет заболеваемости и смертности по нозологическим формам, для специализированной помощи в рамках ОМС – это анализ оказанной медицинской помощи за последние три года с учетом федерального КСГ и уровня лекарственной терапии, для льготников – это актуализированный список льготников по нозологическим формам, а также мониторинг эффективности закупки лекарственных средств с учетом срока годности. И необходимо обратить внимание на такой показатель, который касается льготы, как особые условия хранения и использования согласно инструкции применения. А также принципиальное значение имеет долевое разграничение закупок с учетом присутствия лекарственного препарата в системе обязательного медицинского прокурсия. И, конечно же, система фармаконадзора, которая должна быть обеспечена в соответствии с приказами нормативно-правовыми актами Росздравнадзора по наличию ответственного лица, по обязательному участию клинического фармаколога под доступом в систему, а также по учету и предотвращению нежелательных реакций, а также регистрации случаев отсутствия терапевтической активности лекарственных препаратов. Следующий блок, который касается популяционных раковых регистров и систем мониторинга. Здесь хотелось бы обратить внимание на животрепещущий вопрос, который касается деятельности в двух системах. Это введение медицинской информационной системы, с другой стороны, внесение данных в популяционный регистр, который касается того, что ввиду особенностей функционирования двух регистров, к сожалению, на сегодняшний день альтернатива во всех субъектах Южного федерального округа отсутствует. И особенность формирования соблюдения трехдневного срока для постановки на учет и передачи документов. То есть вы можете обратить внимание, что в четырех субъектах из восьми реализовано, благодаря активной цифровизации этапов оказания медицинской помощи, возможность передачи форм учета и регистрации онкопациентов в установленные сроки. По реализации и оценке деятельности региональных программ считаем принципиальным обратить внимание на нормативно-правовой акт в субъекте, регулирующий вопросы организации и реализации государственных проектов и программ. Также наличие системы мониторинга, которая позволяет проводить, включая в себя систему сбора данных, систему анализа, систему принятия решений, а также систему оценки исполнения решений, а также анализ исполнения целевых показателей по региональной программе. Ну и, конечно же, реализация тех мероприятий, которые запланированы по основным позициям в региональной программе борьба с онкологическими заболеваниями на уровне субъекта. Касательно цифрового контура хотелось бы обратить внимание на два ключевых аспекта. Из чего, по нашему мнению, должна состоять оценка? Это обеспечение требований приказа Минздрава России номер 911-Н на составляющие медицинской информационной системы как на уровне субъекта Российской Федерации, так и на уровне медицинской организации. А также для обеспечения скорейшей интеграции с вертикальной интегрированной медицинской системой онкологии – это соответствование требований для подключения. Считаем необходимым отметить, что в трех регионах Южного федерального округа на сегодняшний день работают медицинские организации по профилю онкология в государственных информационных системах субъекта. В остальных медицинские информационные системы являются отдельной платформой. Ну и, конечно же, это оценка количества и качества дистанционных консультаций, проведенных с использованием телемедицинских технологий. Здесь необходимо отметить следующие аспекты. Это оценка готовности медицинских организаций к проведению дистанционных консультаций, оценка количества и динамики проведенных телемедицинских консультаций, проводится по чек-листу, а также оценка качества и результативности проведенных телемедицинских консультаций, в том числе с участием МИДС Нездравого Растия. В конечном итоге по каждому из блоков необходимо систематизировать результаты и сделать выводы. Первое – систематизировать результаты по учету и регистрации, по оценке этапов оказания медицинской помощи, по оценке видов медицинской помощи, а также в случае недостижения результата тоже сформировать и систематизировать данные проблемы. И, соответственно, систематизация проблем позволит выявить ключевые аспекты, которые будут касаться организационных факторов, кадровых факторов, материально-технических, а также информационных. И самое главное, что хотелось бы отметить, что оперативный мониторинг от конкретного случая до групп нозологических единиц локачественных образований позволяет понять в целом ситуацию как на уровне медицинской организации, на уровне административно-территориального образования, так и на уровне субъекта в целом. Таким образом, в конце хотелось бы подойти в таком замкнутой системе, в которой участниками являются члены межведомственной группы, включая сотрудников регионального Росстата, главного онколога-субъекта, АУЗа-субъекта, представителей МИДС по профилю онкологии, а также территориального фонда, которые в непрерывном мониторинге позволят добиться результатов, которые улучшат вложившуюся ситуацию или недостижения по целевым показателям. В конце хотелось бы отметить, что организационно-методическая работа, осуществляемая в ходе выездных мероприятий медицинской онкологии, позволяет профессиональному сообществу максимально короткие сроки выявить проблемы, предложить их решения и обеспечить мониторинг их реализации для обеспечения качества оказываемой медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Спасибо за внимание.